Здравствуйте, я Вера Сморякова. Мы с вами зарегистрировались на сервисе e-comtus и сейчас находимся в своем личном кабинете. Здесь мы видим множество вкладок. Нас интересуют только рассылки. Когда мы наводим курсор на вкладку рассылки, выпадает окошко, в которых также множество вкладок. Очередь отправки. В этой вкладке можно запланировать письмо на какое-то время. Мои рассылки сейчас мы создадим. Запустить рассылку подписчикам. Это вкладка, в которую можно отправить письмо своим подписчикам. Итак, мы нажимаем «Мои рассылки». Нажимаем на кнопочку «Создать новую рассылку». Язык выбираем русский. Емейл отправителя. Здесь лучше всего написать доменную почту. Но если у вас еще ее нет, то можно ставить ту почту, которая у вас есть. В одном из уроков я вам покажу, как создать доменную почту. Имя отправителя. Ставим свое имя и фамилия. Название рассылки я напишу. Бесплатный курс по созданию музыкальных открыток. Описание рассылки. Также я напишу. Уроки по созданию музыкальных открыток. Страница с подробной информацией. Здесь нужно ставить адрес подписной страницы. Если вы смотрите этот курс, вы, наверное, видели вот такую подписную страницу мою. Я копирую адрес и здесь вставляю. Этот пункт мы пропускаем. Страницы переадресации. Если нажмем на слова «Страницы переадресации», откроется следующее окошко. Страница с успешной подпиской. Страница подтверждения подписки. И страница отписки. Эта функция доступна только в том случае, если мы оплатим 1 доллар за месяц. Давайте сейчас это и сделаем. Прежде чем добавить эту опцию в наш кабинет, нужно нам пополнить баланс. Нажимаем «Пополнить баланс». Пополнять можно только не менее чем 3 доллара. И, значит, эта опция у вас будет доступна 3 месяца. Нажимаем «Пополнить». 3 доллара и 195 рублей. Пишем наше имя. Пишем наш e-mail. Выбираем метод оплаты. Я выберу «WebMoney». Открылось следующее окно. Я выбираю «Оплатить ВМР». Нажимаю «Получить код». Код мне на телефон пришел. Я вставляю здесь код. И нажимаю на кнопку «Платеж подтверждаю». Оплата выполнена. Я обновляю страничку. И вот у меня на балансе появилось 3 доллара. Теперь я нажимаю «Тип аккаунта». И выберу ту опцию, которую хочу подключить. Ищем, где наши рассылки. Здесь перенаправление на собственную страницу подписки и отписки. Нажимаю «Подключить». Вышло окошечко, что эта опция мне подключена. Закрываю. И теперь я здесь могу поставить ссылку на странички, которые я сделала. Вот такие у меня странички есть. Если вы смотрите этот урок, значит вы видели. Я копирую адрес. Здесь вставляю. Копирую адрес страницы «Спасибо за подписку». Здесь также вставляю. Страницу отписки я пока не сделала, поэтому здесь у меня ничего нет. И нажимаю «Создать рассылку». Вышло предупреждение. Во избежание использования чужих email адресов, вы должны подтвердить владение указанным адресом. На email такой-то только что было выслано специальное письмо с проверочным кодом. Пожалуйста, проверьте почту и введите полученный код. Это письмо придёт через некоторое время. Подождём. Я свою доменную почту привязала к Яндекс.КПочке. Пришло письмо. Ваш проверочный код для верификации email адреса автора рассылки. Копирую этот код и в это поле вставляю. И нажимаю «Создать рассылку». Данные успешно сохранены. Нажимаем «Вернуться к списку рассылок». И вот здесь у нас появилась наша новая рассылка. На сегодня у меня всё. С вами была Вера Смарякова. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok